Выполнены исследования компьютерной томографии органов брюшной полости забрюшинного пространства с внутривенным контрастным усилением Юпамира 370 в 100 мл, бактериальную, венозную и острочную фазу с реформатированием в трех плоскостях и реконструкциями в объеме. Справа забрюшины пара и перинефральной клетчатки определяется компонент плотностью до плюс 20 единиц Хаунсфилда, наибольшей шириной до 2 см. Данный компонент прилежит к горсальной поверхности правой почки и смещает ее вентрально на 1,5-2 см. Задняя почечная фасция цукеркальда визуализируется неотчетливо, так как увлечена в патологический процесс. При химии правой почки в области верхнего полюса выявлено округлое гиподенсное образование с кальцинатами на периферии шириной до 0,2-0,3 см. Размер образования до 1,2 см в поперечнике. Плотность доведения контраста около плюс 15-17 единиц Хаунсфилда. Корковое вещество в почке вблизи образования не контрастируется в артериальной фазе. Образование сообщается с забрюшиной клетчаткой. В радатной мышце поясницы выявлено гиподенсное включение, полость деструкции, овоидной формы размерами 8х3,5х2,5 см, плотностью до плюс 20 единиц Хаунсфилда. В артериальной фазе контрастного усиления определяется типичное для абсцесса накопление – контраста по периферии и отсутствие контрастирования центральной части скопления жидкости. В венозной фазе определяется накопление контраста в граничном участке правой доли печени, прилежащей к воспалительному очагу около 5х3,5х3,5 см. Мочеточники визуализируются с обеих сторон, не расширены, не деформированы, конкрементов в просвете обоих мочеточников не выявлено. Мочевой пузырь обычной формы, стенка не деформирована, не утолщена. Деструктивных, травматических изменений костей не определяется. В остальном контурные печени ровные и четкие. Крайне закруглен, в размерах печень не увеличена, плотность паренхима равномерна, локальных участков снижения либо повышения плотности не наблюдается. Сосуды системы воротной вены не расширены. Желчный пузырь грушевидной формы заполнен однородным содержимым плотностью плюс 20-25х, без конкрементов высокой либо низкой плотности. Стенка не утолщена, менее 3 мм. Общий желчный поток шириной не расширен, внутрепеченочные желчные протоки не расширены. Поджелудочная железа обычного дольчатого строения с фистончатыми краями в размерах не увеличена. Панкреатический проток визуализируется во всех отделах, не расширен. Отека пара панкреатической жировой клетчатки не наблюдается. Селезенка не увеличена, без патологических включений в структуре. Надпочечники справа интенсивно накапливают контраст. Заключение. Признаки абсцесса верхнего полюса правой почки с прорывом в забрюшинную клетчатку справа. Абсцесс квадратной мышцы поясницы справа. Венозная гиперемия правой доли печени вблизи абсцесса правого надпочечника. Рекомендуется госпитализация и срочная консультация хирурга.